Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие Слово Божие. Мы начинаем с вами исследование книги Ветхого Завета, книга Иова, на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим первую главу. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». С первых строк Священного Писания необходимо определить, где была эта земля Уц, и по этому поводу есть очень множество рассуждений и предположений. Многие говорят о том, что это была местность Месопотамия, другие говорят о том, что это была Идумея на границе с Египтом, третьи говорят о том, что это была Сирия. Но никто не говорит о том, что это была Палестина. И это совершенно очевидно. Где-то это было в какой-то из этих местностей вокруг Палестины, потому что многие тексты Священного Писания указывают на то, что это была пустыня. Имя человека Иов, оно переводится по-разному, опять же. Как некоторые экзегеты говорят о том, что это имя переводится как покаяние, другие говорят о том, как противящийся, в смысле противящийся всякому злу, третьи говорят о том, что имя можно перевести как преследуемый, то есть человек, который всегда преследуется искушениями, но их преодолевает. Вот в таком смысле само имя указывает уже на те истории, которые будут рассказаны о Иове, как его принято называть в православной благочестивой традиции Иове Многострадальном. Эта книга считается по написанию самой древней. 1850 год ее датировка, то есть почти за 2000 лет до Рождества Христова. Многие люди, исследователи, тех же экзегеты, филологи, сам язык и саму датировку относят именно к 1800, то есть примерно за 2000-летие до Рождества Христова. И, как мы видим, получается, что она даже древнее, нежели пятикнижие Моисеева. Мы видим далее, что говорится о Иове, что он был человек, этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Книга Иова говорит сразу о праведном образе этого человека по имени Иов. И также эта книга относится к книгам учительным, поэтому все, что будет содержаться в этой книге, все ее рассказы, повествования, лишь написаны с одной целью, как, в общем-то, и все священное писание, для того, чтобы, как сказано, все писание богодохновенное, полезное для научения, для наставления в праведности. Далее мы видим, что второй стих, вторая половина первого стиха, так и сказано, «Был справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Вот это важное здесь замечание, справедлив, то есть человек всегда творил и вершил правильно дела свои, потому что мы узнаем, что Иов был человеком состоятельным и обладал определенной властью. «Богобоязнен» — это очень важное напоминание всем нам о том, чтобы мы помнили, кто бог и кто мы. Как говорил об этом преподобный Макарий Великий, он горшечник, то есть творец, а мы горшки. И также сказано о том, что он удалялся от зла. Это, в общем-то, принцип всего ветхозаветного человечества, имеется в виду ветхозаветного Израиля, удаляться от зла, потому что мы видим, что книги, например, «Синайский закон» говорит о том, что «не делай, не прелюбодействуй, не кради», то есть удаляйся, «не-не-не». А Новый Завет уже побуждает нас к тому, чтобы эту праведность и эту любовь уже осуществлять в своей жизни. Поэтому там сказано о том, что блаженный нищий духом, блаженно алчащие и жаждущие правды уже сподвигает нас к тому, чтобы мы стяжали эту благодать. В Ветхом Завете праведник называется «всякий человек, который удаляется от зла ради соблюдения заповеди Божией». О Иове именно так и говорится. Далее говорится о его положении. Кто он был таков? И родились у него семь сыновей и три дочери. В общем-то, нормальная такая семья из десяти человек. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов. То есть здесь перечисляется, что человек был достаточно богатым и, наверное, самым богатым в этом городе и в этой земле, в земле Уц. Далее четвертый стих говорит о том, что сыновья его сходили, сделая пир каждый день в своем доме, в свой день, и поцелали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. То есть мы видим, что пир устраивали сыновья, которых было больше, семь. Каждый день они, как бы, семь сыновей, семь дней, они вечером собирались для общей трапезы и приглашали своих сестер. Это очень такое интересное указание, и об этом пишет свидетель Анат Златоуст. Он говорит, цитата, «Великое единомыслие, величайшее из благ. Они были научены вкушать пищу сообща, иметь общую трапезу, ибо это немало способствует согласию. Ты видишь, возлюбленный, безопасное веселье, ты видишь братскую трапезу, ты видишь согласный сон, ибо это происходило от великой любви». Очень важное указание для нас с вами в век современный, в век разобщенный, в век фастфуда, где мы, в общем-то, совсем перестали собираться вместе, еще, может быть, лет даже 20 или 30 назад, хотя бы за ужином, была такая традиция, в общем-то, собираться вместе, для того, чтобы совершить трапезу, для того, чтобы что-то обсудить, как прошел день. Сейчас, по-моему, уже, да, как, ну, не хочу говорить так жестко, но как животные. Они где придется поели, где придется там сделали все, что нужно, отправили в свои нужды. Поэтому очень хорошее указание для того, чтобы мы в своих семьях уделяли этому внимание и хотя бы раз в день, где-то вместе, ну, скорее всего, это в вечернее время, собирались вместе, ну, хотя бы попить чаю, не говоря уже о трапезе. И вот, когда вдруг пиршество, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, сказано в пятом стихе, и освещал их, и, вставая рано утром, возносил сожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. То есть мы видим, что Иов молится за свою семью и приносит за них жертвы. И не говорит о том, что они сделали что-то внешнее. Смотрите, уже в Ветхом Завете, в этой древней книге указывается на внутреннее помышление сердца. Поэтому, говорит, вдруг они что-то сделали не так. Это такое важное указание, насколько тщательно мы молимся за свою семью, за своих детей. Иов был именно таким. Он всегда помнил своей семье и молился за них. И был день, когда пришли сыновья Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. Теперь нам разворачивается картина. Сначала говорится о том, что делал Иов на земле. Теперь разворачивается картина, то, что происходит на небе. Вообще, книга Иова — это книга промысла Божия. Здесь показывается о том, и показывается то, и дается многие наставления нам для назидания, чтобы мы понимали, не все в этой жизни происходит так, как мы думаем, как мы думаем своим логическим, рациональным рассуждением. Есть промысел Божий. И Бог всегда старается, всегда старается, чтобы мы с вами то, к чему мы предназначены от начала века, сотворенные по образу и подобию Божию, могли бы достигнуть главной цели христианской жизни — обожжение. Поэтому иногда посылаются и скорби, и радости. Слава Богу за все, как мы говорим, и за печаль, и за радость. Вот это очень важно, чтобы мы понимали, что есть промысел Божий. И эта картина ярко нам показана в книге Иова. «И был день, когда пришли, как мы прочитали, сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Мы видим, что апостол Павел так и пишет, что дьявол, сатана, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не вездесущий, он не всемогущий, он только ходит и ищет свою жертву для того, чтобы погубить человека. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба твоего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла?» Перечисляйте те самые качества, с чего и была начата книга Иова. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирая руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья и дочери его ели пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит, «Валы орали, и ослицы паслись подли них, как напали совияни и взяли их, а отроков поразили остреем меча. И спасся только я один, чтобы взвестить тебе». Еще он говорил, «Как приходит другой и сказал, «Огонь Божий упал с неба, опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, «Как приходит другой и сказал, «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили остреем меча. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще, как говорил он, приходит другой и сказывает, «Сыновья твоей, дочери твои ели пили вино в доме первородного брата своего». И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Ио встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, «Нах, я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Ио и не произнес ничего неразумного о Боге». Такая картина, которую читаешь, и не хочется прерваться и останавливаться на каком-либо стихе. Мы видим всю динамику, трагедии, которая здесь описана в книге Ио, что с ним произошло, с этим человеком богобоязненным, любящим Бога, удаляющимся от зла, как о нем сказано. В один день он лишается всего богатства. В один день он лишается своей семьи, своих детей. Казалось бы, страшная трагедия. Почему, Господи, за что? Но мы видим, что сама книга Священного Писания объясняет. Сатана приходит, приходят ангелы, и между ними Сатана, и Сатана как бы говорит о том, да, конечно, Иов любит тебя, ну что богатому не любить? Он богатый, чего ему делать? Он ни о чем не заботится, можно и в храм походить, а я вот тут вот другой бы рассуждал, бедный, когда мне там до этого храма надо работать, зарабатывать. Но Господь говорит о том, что Иов любит меня не потому, что у него богатство. Иов любит меня, потому что он меня любит. Сатана этому не верит. Но Господь это не делает ради того, чтобы убедить в чем-то Сатану. Это показывается нам в назидании. Как сказано, все с ними, то, что мы читаем, все это были образы в назидании нам, достигшим последних времен. Здесь говорится о том, и мы видим это, что показывается нам, что есть промысел Божий, что мы помнили, чтобы мы помнили, что не все происходит в этом мире по нашему желанию и слава Богу. Бог печется о нас и заботится, и мы видим, что здесь все отнимается и у Иова, и богатство, и огонь с неба. Некоторые отцы пишут, что это за огонь с неба. Дьявол не может повелять. Григорий Великий святой пишет, дьявол не может повелевать стихиями мира сего без позволения Божия. И Григорий Великий говорит о том, что это сам сатана огнем пал, то есть превратился в огонь, употребил все свое, все свои силы, на которые он только способен, опять же, без ведома Бога сделать ничего не может, и как бы клубком огня пал на эти стада, и были попалены эти верблюда и скот, который был у Иова. Но что там богатство? Ладно, богатство, а вот дети, ведь дети, ведь все мы делаем ради детей. Мы говорим, ну, мы как-нибудь, вот лишь бы у детей все было хорошо. Но смотрите, в один день крыша дома рухнула, и умирают все дети. Каково же поведение Иова? Видно, что он разодрал одежды своей. Это всегда делалось тогда, когда человек видел какое-то богохульство или нарушение закона Божия, или крайнюю, крайнюю, крайнее горе, которое постигало человек. Это была третья причина раздирания одежды. Действительно, куда может быть больше горе? Ладно, богатство, снова скажем, но дети, что же говорит Иов? Он говорит, Бог дал, Бог взял. Все, что было у меня, все это было от Бога. Все, что теперь у меня пропало и исчезло, и погибло, и дети, и богатство, все это от Бога. Удивительная вера Иова в промысел Божий. Он еще не знает, что и как, но мы видим, что он не прилеплялся душой к своей ни к богатству, ни к детям. Здесь выражаются две заповеди. Заповедь об опасности прилепляться душой к своей к серебролюбию и об опасности любить детей своих больше, нежели Бога. Почему так? Потому что только у Бога мы можем научиться правильной любви, правильному отношению к богатству. Помните этого богатого юноши из Евангелия, который опечалился и отошел от Бога. Иов потерял все богатство, как Иуда потерял свои серебреники. Мы помним кончину первого богатого юноши, он не последовал за Христом. И итог второго. Взял веревку, пошел и удавился. Потому что потерял богатство. Потому что только в богатстве видел смысл жизни. Смысл жизни. Не само богатство вредно для человека, а то, как он относится к этому. И здесь же к детям, как Христос говорит, кто любит отца или мать или детей больше, нежели меня, не достоин меня. Иов любил Бога. И он знал, что если что-то произошло и с детьми, если они умерли, и если они погибли, он знал. Знал то, что Бог ничего просто так в этой жизни не делает. Если погибают наши дети, то в этом есть какой-то промысел Божий. Помните историю, я как-то уже рассказывал, когда у одной матери умирает сын. Здесь эти взрослые дети, а тут вообще младенец. Мать говорит, Господи, за что? И тогда, когда она уже вечером читала псалтирь, о упокоении своего ребенка, то такое состояние, когда она уступает во время сильного волнения, такой сон, и она видит вдруг, как бы явный сон, как люди говорят. И она видит какая-то пьяная компания, огромный дом, люди сидят, едят, пьют, веселье. Среди этого веселья выделяется один человек, какой-то толстый, на котором уже одежда трещит вся по швам, замасленный, обрюзший, выходит, наливает большой стакан водки, выпивает его, выходит из этой комнаты, заходит в туалетную комнату, берет веревку, накидывает ее на перекладину и скончает жизнь самоубийством. И она очнула с этого сна, голос ей внутренний говорит о том, если бы сейчас я не призвал твоего сына, то это был бы итог его жизни. То есть, Бог отца самоубийцы Царствия Божия не наследует. Бог делает все и знает, почему он это делает. Помните, эти три дерева, о которых я говорил, очень ярко они показывают, что Бог всегда делает так, как лучше. Три дерева, которые одно стояло, шелестило своими ветками и говорило о том, Господи, если меня срубят, пусть из меня сделают огромный корабль, я буду перевозить какие-нибудь реликвии из одного города в другой. Когда это дерево срубили, то из него сделали обычную рыбацкую лодку. Вот с этой лодки проповедовал Христос. Другое дерево стояло, шелестило своими ветками и говорило, Господи, если меня срубят, пусть я буду бревном в храме, намоленным бревном. Да. Но когда срубили это дерево, то из него сделали обычный ясень для скота. В этих яснях родился Христос. Другое дерево стояло, шелестело ветками и говорил о том, Господи, я вообще не хочу, чтобы меня срубали. Так хорошо здесь стоять, путники идут, они останавливаются возле меня, скрываются от солнечных палящих лучей в той кроне. Птицы многие собираются навьют себе гнезда. Но это дерево все равно срубили. Но из него сделали крест, на котором совершил сделан наше спасение. Поэтому мы не знаем, но здесь в этой книге ярко показан о том, что Бог знает, как поступить с нашей жизнью, как поступить с нашей семьей, как поступить с нашим богатством, иногда не делая никакого зла. Мы видим, что в общем-то мы ничего плохого такого не сделали и как бы не замечаем за собой, как это будет сказано в дальнейшем в контексте книги Ио. Но некоторые вещи происходят по промыслу Божьей. Как сказано, Иов не похулил Бога. Он встал, как мы с вами прочитали, и сказал, «Нах, я вышел из чрева матери своей, нах, возвращусь». Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. И заметьте, как завершается эта глава. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Да будет это и со всеми нами. Будем принимать все, что бы ни происходило в нашей жизни, как из рук Божьих. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok